Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. В эти дни в Самаре проходит юбилейный 20-й фестиваль «Кино детям». И сегодня у нас есть возможность пообщаться с гостями этого фестиваля. У нас в студии заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов Римма Моисеева и режиссер-документалист Андрей Дутов. Уважаемые телезрители, звоните нам по телефону 202-11-22. Мы ждем ваших вопросов и общения. Здравствуйте, Римма Максимовна и Андрей. Скажите, пожалуйста, как вы задействованы в этом фестивале и в каком качестве принимаете в нем участие? Потому что удивительно, человек из архива, да? Да. Вот чем вы здесь занимаетесь? Вы знаете, наш архив, буквально два слова я скажу, Российский государственный архив кинофотодокументов, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и очень известен и у нас в стране, и в мире. И он крупнейший и старейший архив вообще в мире. В следующем году мы будем отмечать свое 90-летие. Поэтому хочу сказать, что те кинодокументы, которые у нас хранятся, их около полумиллиона так называемых единиц хранения, как принято у нас по архивной терминологии. И мы считаем, и, собственно говоря, в этом состоит и политика государства, что они должны использоваться в интересах государства, общества и граждан. И я считаю, что в том числе это серьезный образовательный ресурс для подрастающего поколения и для молодежи. Наш архив занимается тем, что проводит, помимо своей еще основной деятельности, занимается тем, что проводит экскурсии, в том числе для детей. Вы просто не представляете, сколько у нас просьб провести экскурсию. В самом архиве. В самом архиве. Детские сады просятся. Ну, детские сады мы не берем, а начиная со второго класса детишки у нас. И вы... Ну, это трудно представить, это нужно видеть. Когда дети приходят в архив, проводить их из архива совершенно невозможно. И они приходят вновь и вновь. Вот сегодня у нас записываются на экскурсии на октябрь. Вот. И, да, и мы, конечно, с большим удовольствием и с надеждой смотрим в будущее, потому что дети, воспринимающие так историческую правду, исторические факты не могут вырасти плохими людьми, предателями своей Родины. Да. Андрей, скажите, а вы привезли какую-то свою работу на фестиваль? Да. Начнем с того, что я приехал сюда с фильмом «Эшелоны идут на восток». Это про какие годы? Документальное полотно, значит, годы 41-42-й, когда происходила такая выдающаяся операция, эвакуация ГКО, переброска заводов и людей в тыл. А с Куйбышевым это как-то связано, потому что у нас тыловая столица практически была? Конечно же, конечно же. Понимаете, в чем дело? Непосредственно в картине существуют кадры, когда детишки, даже в том числе, потому что, опять-таки, фестиваль называется «Кино детям», когда я работал по этой теме, выходили такие информационные, удивительные просто вещи, кадры, в том числе и с Красногорском мы тесно работали. Допустим, дети стоят около станка, не доставая до рычагов управления, ставят ящики, чтобы доставать. Вот это реальный подвиг, подвиг детей даже. Есть такой кадр, где четырехлетняя девочка помогает маме пришивать пуговицы на телогрейке. То есть это подвиг, великий подвиг великого народа. А вы уже эту картину, как вы сказали, полотно показали нашему зрителю, кому-то? И какой была реакция? Мне особо приятно, я сегодня приехал с Рождественного, собрался зал, присутствовали и старшеклассники, и другие классы школы. И, знаете, мне интересна, конечно же, эмоция. Эмоция детей, вот у них глаза, ну это просто, это потрясающе. Они понимают все, все понимают, все доходит до них. И я порадовался, порадовался, что вот моя работа уже принесла мне, как говорится, такую награду, такую... В виде зрительской реакции. Очень приятно мне было. Да, конечно. Я зарядился, знаете, вот творческому человеку, конечно же, грозит кризис жанра. Ну да. Но только тому, кто периодически к корням приходит и питает их, и сам питается. Тогда ему не грозит кризис жанра. Да, да, да. Риба Максимовна, скажите, пожалуйста, как картины современные могут попасть в архив? Вообще какой это механизм? Потому что нельзя же все заархивировать. Вот как происходит отбор значимых? Можно все? Да. Я несколько скучных фраз скажу. Дело в том, что существует федеральный закон об обязательном экземпляре документов. И в соответствии с этим законом все документальное кино, которое снимается в Российской Федерации, перед тем, как попасть на экраны, на фестивали, оно обязательно должно быть передано в наш архив на хранение. И оно аккуратно передается. В год это порядка 800 документальных лент. Иногда больше, иногда чуть меньше. Но это все то, что мы сохраняем для истории. Понятно. То есть вот художественная ценность и значимость не так важны. То есть вы архивируете все, а потом вот значение материала как определяется? Только время. Фильмы бывают хорошие и разные. По закону мы должны принимать все на постоянное хранение. Но примерно 40% того, что приходит к нам на архивную полку, мы бы ни под каким видом на хранение в национальный архив мы бы не приняли. Это очень неудачные или, скажу, наверное, грубое слово, халтурные работы режиссеров. Но, тем не менее, вы знаете, даже в неудачном фильме бывают очень интересные моменты. То есть там могут быть сняты события, которые в последующем будут представлять интерес как кинохроника. Даже бытовые моменты. Да, да, да. Даже вот бытовые, даже какие-то... Даже если это, как мы называем, чернуха, вот, там могут быть моменты, которые впоследствии будут востребованы именно как хроника, как образец. Ну и мы ставим, кстати, серьезные вопросы. В том плане, что история начала 21 века Российской Федерации была достаточно сфальсифицирована. Потому что режиссеры-документалисты очень увлекались в конце 20-го, начале 21-го века вот этой самой чернухой. И, вы знаете, предстает образ России, России пьяной, России немытой, России разрушенной. Да, ну, такие моменты действительно имеют место быть. Но я лично, я знаю прекрасную молодежь, я знаю прекрасных людей, которые верят в светлое будущее, которые творят его своими руками. Я знаю прекрасных политиков и так далее. Вот это не было никак отражено в нашей истории. А сейчас ситуация как-то стала исправляться. Патриотизм, уровень планка патриотизма повысилась. И фильмы приходят достаточно интересные. Вот, Андрей, вы как режиссер-документалист, какие сегодня тенденции в документальном кино? Какие темы интересуют режиссеров? Вот как Рим Максимовна говорит, сначала была чернуха, а сегодня что? Это объективная передача получается? Знаете, я хочу сказать о моем учителе. Мой учитель, Вахтанг Евгеньевич Микеладзе, это выдающийся кинодокументалист. Знаете, он как раз говорит на эту тему своеобразно. Есть режиссеры говорящие, а есть показывающие. То есть режиссер должен меньше говорить, а больше показывать. Наш язык – это экран. Понимаете, в чем дело? То есть наша вся работа, она на экране. Звукозрительный образ. То есть вы свое, вот даже какое-то мнение, отношение, какой-то проблемы не выносите. Вы объективно просто показываете, что происходит. Показываете. А как иначе, да. То есть зритель, он у нас, его не обманешь. Если даже кому-то удается там на время как-то ввести в какую-то блуду. Ну, у нас сейчас есть интернет, понимаете. Любой зритель может в интернете информацию подчеркнуть. Да, конечно же, это своеобразный клондайк информации разной. И как негативное и позитивное, как правдивое, так и неправдивое. Скажем так, тут уже вступает совсем другое. Понятно. А почему вы для себя выбрали вот такое направление на грани? Это либо преступники на каком-то жизненном сломе, либо террористы, либо заключенные. Вот как вы к такой теме пришли? Это вот удивительно. Вот что вас интересует, психология человека или что-то еще? Конечно же, понимаете, в чем дело? Преступность, надо с ней бороться. Реально бороться. И бороться на том уровне, воспитательном изначально. Заниматься с детьми, кино, детям, опять-таки, понимаете. То есть вот преступник, он же не рождается преступником. Он в процессе жизни становится этим там негодяем и так далее. То есть нужно идти в массу и работать с людьми. То есть вы когда показываете портреты вот этих людей, которые стали преступниками, вы преследуете цель, чтобы не допустить этого у тех, кто смотрит, у детей, которые формируются? Конечно же, да. Вот наши рубрики, вы знаете, Вахтанга Евгеньевича Микеладзе, достаточно набрать в интернете, и все будет ясно и понятно. Это документальный детектив на Первом канале, высочайший просто рейтинг. Потом наша рубрика – это детективные истории, пожизненно приговоренные. Это отдельная тема для разговора. Шпионы и предатели, забытая война, Первомировая война. В частности, вот по пожизненно приговоренным снимали мы их, когда происходило задержание, допустим, преступников. Вот они какие были. Ребята такие, залихватские, с большой дороги. А теперь прошло время, мы их снимаем в пожизненном заключении. То есть это формат Достоевского. Да, преступление и наказание. Преступление и вот наказание. И как они сидят, и что они говорят при этом. Да, а вот какое впечатление эти люди… Это очень интересно и воспитательно. Вот эти люди, какое впечатление у вас оставили? Понятно, что все они разные. Разные, да, разные. А было ощущение, что вам их жалко все-таки, что… Ну, по-человечески чисто. Ну, они же люди, конечно же, как без этого. Конечно же, жалко. Где-то оступился человек, и потом его судьба повернула, скажем так, в левую сторону, и он пошел. И вовремя никто его не одернул, не остановил. Жалко, по-человечески жалко. Но, увы, у нас жизнь с таким двухсторонним движением, скажем так, как ты и делаешь. Потом тебе этот бумеранг возвращается. Ты отвечаешь за то, что ты сделал. Иной раз даже при жизни здесь нужно ответить. Угу. Да. Вот здесь еще вот попутно. Одна тема возникает – смертная казнь, которая вот несколько лет назад активно очень обсуждалась. Личное ваше отношение к этому? Лично об этом у меня есть картина. Кстати, она выиграла международный фестиваль. Называется она «Смертная казнь в рассрочку». А, понятно, что вы имели в виду. Да, пожизненно, да? И многие говорят об этом. Лучше бы нас расстреляли. Это невозможно. Это просто невозможно. Как они там сидят? Вот ПЛС «Пожизненно лишенные свободы» рубрика такая. Мы сделали 40 фильмов. «Приговоренные пожизненно». Да, вот очень интересно приходит, к чему приходят эти люди вот в самом конце? Вот осознают они все? Вы знаете, по-разному. Есть недалеко здесь Саранск город. Да, кстати, Мордовия – это известная губерния, где очень много колоний. И вы, наверное, там постоянный… Не только там. Это и «Белый лебедь» мы бываем там, и «Черный дельфин». Ну, конечно же, Мордовия. Я к чему говорю «Мордовия»? Есть такой преступник, который сидит пожизненно уже достаточно давно. Волхов Андрей. Он был в свое время главарь преступной группировки в Москве. На его счету огромное количество убийств, преступлений разного рода. И, знаете, когда… Есть кадры, когда он был на свободе еще, как он себя вел, а не для личного архива, как говорится, вели вот такой вот дневничок. Потом, соответственно, когда его взяли, прошло время, мы его снимаем пожизненно. И он со слезами на глазах. И вот действительно видно это. Экран не обманешь. Конечно. Видно, он просит прощения. Реально раскаялся человек. Ну, это очень хорошо для человека, если раскаяния к ним пришло. Римма Максимовна, вы хотели что-то дополнить? Да. Я очень хочу что-то дополнить. И хочу я дополнить о светлом и чистом. Ну вот. Я хочу вернуть нас к светлому и чистому. Я хочу сказать о наших детях. Вы знаете, дело в том, что как-то на одной из экскурсий, когда ребята смотрели, шестиклассники, мальчики в основном, физико-математический класс, 4 девочки, 20 мальчиков, когда они смотрели фильм о гадости, мерзости всех войн на земле. И когда там говорили в фильме о том, что нельзя вернуться с войны таким, каким ты на войну ушел. А после фильма мы стали разговаривать. И я думаю, ну-ка, интересно, поняли дети фильм совершенно взрослый? Поняли вы что-то или нет? И я спрашиваю, ребята, вот если один человек убил другого человека, то каким он вот станет после этого? Лес рук. Я просто обмерла, да, и, значит, говорю, ну, пожалуйста, там, один, второй, третий. Вот эти высказывания я запомнила на всю свою жизнь. Один говорит, если человек убил другого человека, он никогда не сможет взглянуть в глаза своей матери. Если один человек, это второй, значит, если один человек убил другого человека, он не сможет разговаривать с Богом. И даже если сможет, то Бог отвернется от него. Боже, это дети говорят. Шестиклассники, мальчишки. Вот, в третьей, значит, говорит, если человек убил другого человека, для него звезды на небе станут просто точками. Они никогда не будут звездами. Четвертый говорит, такой человек не сможет мечтать. И вот в таком ключе я стою, у меня просто мороз по коже, и я хочу сказать, просто переполнили меня чувства, эмоции. И я вот хочу сказать в свете того, что говорил Андрей, что наша задача, задача взрослых, не допустить, чтобы ушла чистота из этих детей, не допустить, чтобы они перешагнули вот эту вот грань. И я хочу сказать спасибо фестивалю, кино детям, который высокую миссию выполняет, может быть, недооцененную, но который как раз учит добру, который учит детей смеяться не почему-то, а искренне от души, который учит добру, теплу, и который учит воспринимать и сложные жизненные проблемы. И не надо детей считать глупенькими и маленькими. Они на самом деле умные, тонкие, чувствующие. Только нам надо поддерживать и сохранять то, что в наших детях заложено. У нас хорошие дети. Да, вот Андрей сегодня прочувствовал как раз. Да, да, да. Наших детей хороших. Это такая чистота, мне представлять, вот в глазах у них. Это потрясающе. Вот ради этого, ради этого, и стоит творить, работать, жить, в конце концов. А вообще современное детское кино, это что за кино? Там технологии используются. Или вот какие подходы сегодня? Потому что мы все привыкли вот к советскому кино детям, да? А сегодня мир поменялся. И что сегодня фильмы детские представляют из себя? Ну, знаете, вообще киноиндустрия, она в поиске, конечно, до сих пор в поиске ищет. И использует уже наработанные какие-то мультипликации. Конечно же, документальное кино. Но, к сожалению, к большому моему сожалению, очень мало внимания уделяется документальному кино. А может быть детское документальное кино для детей? Конечно. Почему нет? Это замечательное кино. Ну, что это для взрослых документаль. Мой фильм же отобрали, понимаете? Кино, детям, фестиваль. О тех детях, которые ковали победу в те тяжелые для страны дни. И дети поняли это кино? Да. Кино не бывает каким-то новым. Да, приемы могут быть разные. Оно может быть плохим или хорошим. И дети чувствуют хорошее кино и чувствуют плохое кино. А вот судьба проката вот таких фильмов, она больная? Есть проблемы, да? Потому что вот, говорим, говорим, показали, да, вот узкой публике какому-то вот съездили туда, здесь немножко на фестивале посмотрели. А вообще в целом, чтобы вот весь мир, ну хотя бы Россия увидела регион. Это большая проблема. Проблема нашего государства, одна из основных. Потому что средства массовой информации не уделяют должного внимания патриотизму у нас здесь в России. Реальному патриотизму все люди. Как вообще, мне кажется, говорят и говорят по телевидению. Понимаете, проблема патриотизма декларируется. Пафосно, да? Пафосно декларируется. А вот мы патриоты. А вот глубинной такой работы по патриотизму, понимаете, умение учить, любить вот кустик возле своего дома, пожалеть котенка, ну, гордиться российским флагом. Вот таким вещам нам стоит еще поучиться. Или, например, Андрей, извините, я вас перебила, но я его сейчас дам. Вот, но дело все в том, что мало кто знает. К нам ведь в архив приходит и киножурнал «Хочу все знать». Он до сих пор снимается, чудесный киножурнал. А мы не видим его. А вы его не видите. Вот, орешек знаний тверд. Да, да, я помню. И он сейчас такой же замечательный, как был прежде. Но у него нет... И мы малышам показываем, малыши в восторге, они много узнают. Но дело все в том, вот самым-самым маленьким, да, но дело все в том, что у этого журнала нет проката. То есть вот он ложится на архивную полку, и мало кто его видит. А ведь по впечатлениям детей это замечательно. И вот я считаю, что воспитывать как раз любовь к кинематографу нужно от простого к сложному, от, да, вот так пошагово, да. Потому что детишки, даже с ограниченными возможностями, умственно отсталые детишки, которые тоже нуждаются в информационных каких-то поступлениях, в каких-то обучениях, и которых тоже надо воспитывать в духе патриотизма. А вы бы просто знали, как они воспринимают хорошее документальное кино. Потому что это душой все чувствует. Тем более дети, они воспринимают искренне все. Вот понимаете, 59-й год, вы говорите, какие приемы. Вот у нас фильм 1959 года, замечательного режиссера Ирины Винжер. «Приключения двух медвежат». Там как медвежата мать потеряли, их приютили ученые из Арктики, наши советские тогда еще ученые. Ну и вот как они живут на полярной станции, эти медвежата. Подобные фильмы. То есть для малышей вот такие, 59-й год, это совсем сейчас другие дети. Они дети масс-медиа, они дети интернета. У меня есть трехлетний внук, который сам набирает, он не умеет читать, но он набирает мультфильмы про машины и так далее. Но тем не менее, вы бы видели, как они это смотрят. А потом, это тоже моральный аспект в этом фильме. Сопереживание. Как, сопереживание. Как люди, вот этих двух медвежат, не дали им погибнуть. Вот с таких маленьких зернышек добра потом вырастет большое добро. Да, да, ой, как хорошо. Говорите, все становится на полочке. Понятно, с чего начинать. И вот даже в отношении собственных детей, маленьких каких-то знакомых, можно все это вот дальше говорить и советовать. Скажите, Андрей, пожалуйста, несмотря на то, что вы привержен к этой теме, преступности и так далее, как вам кажется, почему сегодня эфир перенаполнен, перенасыщен вот этой вот тематикой? И вот есть ли в этом плюсы? Какой тематик? Вы же производите вот этой вот преступностью, ЧП, террористическими какими-то там тюрьмами? Вот этой. Кетчуп-фильм. Понимаете, конечно же, если говорить откровенно и честно, а по-другому я не могу говорить, те люди, которые сидели тогда при Ельцине, они так и сидят там. И, не знаю, если реальные какие-то шаги делать, если вы хотите патриотизм, то надо, наверное, менять тех людей, то отношения, в конце концов, потому что, ну что уж тут греха таить, вот эти фильмы ПЛС, да, 40 фильмов направленные, воспитательные, то есть они нигде не востребованы. Вот в том-то дело. Вот сейчас вот обилие вот этой вот чернохи, которая продолжается, все равно она же воспитывает новое поколение в этом же ключе, да? Если фильмы добрые до детей не доходят, получается, а тут на всеобщее обозрение, вот это, пожалуйста, смотри, не хочу, вот это все негатив. Вот перекос какой. Я не скажу, что это негатив. Понимаете, вот можем ли мы Достоевского назвать произведения негативными? Нет, они не негативные. Но это классика. Да, это классика. И произведения вот Андрея я бы тоже не хотела назвать негативными. И в частности, вот Вахтанга Евгеньевича Микелак, за которым говорил Андрей. Вот моя дочь, например, ей 26 лет, она офицер МВД. И она как раз работает, да, вот с особо тяжкими. И она такая поклонница вот этих вот, вот как раз вот этих серий пожизненно лишенной свободы. А почему? Казалось бы, по профессиональному признаку, не совсем так. Она говорит, в этих фильмах есть зерно добра. И я, например, никогда не смогу стать судьей, потому что я не Господь Бог. Я буду всю жизнь свою бороться с преступностью, но судить может только Бог. А вот в этих фильмах вот это прослеживается, что очень трудно, очень трудно вот эту вот грань понять, понимаете? Вот. А это тоже свидетельство молодежи, свидетельство того. То есть вот она не видит в этом чернуху, а видит в этом ростки добра. Потому что, вот правильно Андрей сказал, что они тоже люди. Философия жизни. Понимаете, это вот философские, нужно вот подниматься над этим, да. И вот она это увидела. Она же не профессионал совершенно в кинематографии, да, никак. Вот. Более того, она стоит на страже закона. Вот. То есть казалось бы, она должна ненавидеть изо всех сил вот этих людей. А посмотрев вот эти вот работы, она поняла, что и милость к падшим надо проявлять. Конечно. Да. Скажите, вот вы сказали, что у вас запись такая на экскурсии до октября, а вы делаете какие-то выездные со своими документами кино и фото, потому что не все могут попасть в архив? Конечно. Дело все в том, что вы понимаете, архив – это не музей. Архив – это хранилище. И у нас вообще нет функции организовывать экскурсии. Но мы понимаем свою задачу, свою ответственность, что ли, мы стараемся показать. А выездные какие-то экскурсии, во-первых, мы показываем свои фильмы на всех фестивалях, нас приглашают, ну, начиная от Берлинария до наших российских кинофестивалей. И мы всегда на фестивалях показываем свою продукцию. Более того, иногда мы люди все очень заняты, у нас очень много работы, но тем не менее мы откликаемся на зов каких-то школ, возможно, вот детских домов, и находим все-таки время. Есть такое. Да, 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 находим и, в общем, ну, как-то показываем. Потому что, понимаете, ну, те, кто работает у нас, у нас много женщин работает, это матери. Да, и мне не разорваться. Да, нет, это матери, и в каком плане? Они понимают, как ребятишкам вот нужно, ребятишкам и старшим. У нас очень много студентов работают, причем из окрестных городов, из Твери, Ярославля, Владимира, приезжают автобусами, мы для них экскурсии... А секретные материалы есть до сих пор? Нет, наш архив, самый открытый архив Европы. Это хорошо, это тоже радо. Андрей, остается не так много времени. Расскажите, пожалуйста, вот в результате работы вашей огромной, очень много вы фильмов сняли на эту тематику, каким профессиональным и жизненным выводом вы пришли вот на эту тему? Потому что, как мы уже сказали, это философия жизни, да, вот это не только вот тут преступник, тут вот тюрьма, тут вот или расстрел, или... Да, начнем с того, что не только о преступности. У нас шикарные циклы фильмов, допустим, о Первой мировой войне, о Великой Отечественной войне, и о спорте... Все равно такая тематика на грани, да? Вот война, это тоже необыкновенная ситуация, необычная, да? И о спорте, понимаете, вот в частности работа, допустим, Вахтанга Евгеньевича Микеладзе «Умереть в Сталинграде». Это шикарное полотно, которое демонстрировалось уже и в Москве, в Доме кино, в библиотеке Некрасова, в Тбилиси. Представьте себе. Да, это нужно тоже делать. На русском языке картина. И, понимаете, это и есть мост мира. В Самаре здесь демонстрировалось в прошлом году, в Севастополе, в Крыму. Награждена уже несколькими премиями международного кинофестиваля. И при всем, при этом, ее вот боятся выпустить на широкий экран. Вот так. Вот так. Понимаете, есть отзывы школьников, ветеранов. Но вы будете пробиваться, искать продюсер. Вот однажды в Ростове вышел же фильм. Тут даже не в продюсере. Есть какой-то, видимо, черный список, что ли. Я не знаю. Я не могу судить об этом. Понятно. Понимаете, вот эта картина действительно очень... Назовите еще раз название. «Умереть в Сталинграде». Она есть в интернете. Вот всем рекомендуем нашим телезрителям найти в интернете, чтобы было посмотреть. Обязательно спасибо вам большое за участие. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова